Про, как ни крути, но вот это вот близкие люди, твои близкие в твоем трейдинге, оно неминуемо сведется чаще всего к второй половинке. Ну да, так как большинство трейдеров, мальчики, парни, мальчики, не важно, то да, конечно, речь идет о том, встречают ли они понимание со стороны своих вторых половинок. Ну, мужик-добытчик, да, как бы подразумевая, я знал, что будет такая реакция, но тем не менее. И вроде как он должен постоянно что-то добывать, а тут, подожди, а тут сидит, значит, вот это вот, вот это вот, о котором можно пахать, да, он что-то там в каких-то свечечках, в барчиках, в графиках каких-то, часами там, сутулый, там, чай пьет, постоянно что-то делает, читает, изучает, смотрит, нажимает кнопки там. Еще в начале, как это часто бывает, теряет деньги, начинаются наезды, мол, у тебя ничего не получается, прекрати, ты ничего, ну, у тебя не получится, не сможешь, прекрати, или что еще хуже, ну, когда уже у тебя получится, есть шансы, что все, все будет прекрасно, вот. Но часто его, я говорю, в этом плане не понимают. Одна из проблем, все-таки вот в этом общественном мнении, я говорю, что эти форекс-конторы все извратили и изгадили так, что теперь в рынок вообще очень мало кто в России будет верить. И так как это все одни и те же люди, которые про это знают, естественно, все, ты там что, у тебя там графики, ты, подожди, это же вот биржа, это все, это же развод, ты там все потеряешь, тебя там обманут, ты там все оставишь, у тебя ничего не получится, ты ничего не заработаешь. Одни не доверяют мужчине, потому что он, ну, то есть они там очень хотят, там, от него денег и думают, что так как это вот лотерея, там, развод, лохотрон и прочее, это только заберет, поэтому нет, не занимайся этим. Вот другие, там, из соображений, там, его же безопасности, по их мнению, пытаются вот это вот говорить. Но я больше хотел сказать не про то, вот какие бабы, там, стервы, суки или там еще что-то, всякие бывают на самом деле, есть те, которые поддерживают, те, которые не поддерживают. Это тут, как бы, это к трейдингу никак не относится. Личный опыт тоже там у всех свой. Я говорю про то, что вот трейдинг – это такая работа. Давай так, давай развернем разговор не в сторону обсуждения девушек, потенциальных трейдеров, там, плохих, хороших, вопросов веры, доверия, там, не знаю, там, жажда наживы и прочего, в сторону, что нужно делать, чтобы, ну, если какой-то, ну, вариант угодить всем. Значит, совет номер раз. Не занимайся трейдингом на последние деньги. Абсолютно авторитетно заявляю, можно заниматься трейдингом параллельно с какой-то основной работой. Да, если у вас какая-то работа, которая требует 12 часов в сутки присутствия или там 20, допустим, не знаю, условно, то, извините, тут вообще разговор ни о чем, потому что его и так к дому не видят и, как бы, я уж не знаю, как бы, что там, либо это большие деньги, либо еще что-то. Но если у вас есть нормальная какая-то работа или какой-то источник дохода, неважно, сдаете вы там квартиру или у вас там просто, вы где-то нашли дырку в банке, там, ну, не суть. Это хорошо. Скорее всего, это позволит избежать вот этих конфликтов, так как это просто некое увлечение параллельное, которое впоследствии не исключено, что станет основным видом деятельности, то конфликта можно избежать. Это раз. Второе. Все. У нас больше нет советов на эту тему. Ну, серьезно. Вот и все. Скорее всего, это позволит избежать абсолютно всех вот этих вот основных проблем. Потому что если все-таки она меркантильная сука, то у тебя все-таки же есть деньги, и они у нее будут, и тоже тебе никто мозг полоскать не будет. Если она очень любит тебя, то она все равно не будет за тебя переживать, потому что у тебя тылы прикрыты, и все вроде нормально. В общем, все довольны. Короче, главное. Не заниматься трейдингом на последние деньги, а ему все так просто.